Вопрос такой, на самом деле, волнует очень многих эндоскопистов, и хирургов, и в различных учреждениях, в различных подходах, в различных учреждениях. Очень часто ставится вопрос таким образом, что каждый пациент должен получать онкологическую серификацию, в нечистых онкологических учреждениях подход немного другой. Мнение расходится, наши уважаемые производители, иголок предлагают нам брать в силу все больше, каждый год все лучше, красивее. И нам показалось, что тема эта, этот вопрос, Александр, у вас есть слайд? Да, Александр Дмитриевич, можно? Мне кажется, вопрос этот, он на самом деле очень актуален, и мы сегодня собрали для предыдущих хирургов-панкриотологов. Алексея Викторовича Егорова, профессора Вячеслава Ивановича Егорова, Романа Евгеньевича, израилевого профессора. И также пригласили нашего Виктора Ильича Калинина, руководителя института хирургии Вильяшневского, для того, чтобы обсудить некоторые вопросы, которые, естественно, возникают, я думаю, задал многих, есть вопросы по этому поводу. И вы как раз обсудили и решили, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, можете задать любые вопросы. Можно перед этим, я задам один вопрос аудитории, сейчас пришло в голову. Скажите, пожалуйста, нужна ли брофологическая верификация ухлепа желудочной железы? Поднимите руки, кто считает, что да. До операции? Перед химией? Перед чем? Перед чем? Перед операцией или перед химиотерапией? А можно, если... Вообще! Сергей Владимирович, а можно следующий слайд? Просто мы решили поставить, Юрий Ильич все уже сказал, и мы решили попозже, что, наверное, ответ на этот глобальный вопрос, нужна ли морфологическая верификация опухоли желудочной железы, упираются два вопроса. Во-первых, что есть морфологическая верификация, что... Какая морфологическая верификация устроит кистолога, патоморфолога, как хирурга, и если мы получаем такую верификацию, которая нас устраивает, то как это в конечном счете и влияет на хирургическую тактику? Может быть, вот, ответить на эти вопросы, мы получим ответ на один большой глобальный вопрос. Я думаю, что эти вопросы можно поставить гораздо больше. Я предлагаю, можете прийти сюда и кушать эту дискуссию? Пожалуйста, Алексей Ильич. Начинаем. Мы все-таки другого. Значит, с моей точки зрения, этот вопрос, прежде всего, нужна или нет, зависит, во многом можно разбить на две вещи. Если... Семенович, отключите свет. Результативный? То вопрос встает именно об отношении хирурга. Нужна или нет этому хирургу? В том случае, в абсолютном большинстве, в случае, если действительно по методам токической диагностики мы уверены, что это опухоль, она создает соответствующую клиническую картину, и мы можем ее удалить, в данной ситуации предоперационная верификация не нужна. В том случае, если возникают проблемы, то есть, отдаленные метастазы, мы заранее идем на циторедукцию или на обширную ангию, или на обширную ангию, или на обширную ангию, или на обширную ангию, заранее. Здесь верификация нужна, потому что совершенно одно дело, если это протоковая аленокарцинома, совершенно другое, если это нененокринный опыт. Подходы здесь разные пользуются. Если же мы думаем о проведении циторедуктивной операции химиотерапии, здесь верификация, конечно, нужна. Но что подразумеваем под верификацией? Это ни в коем случае не цитология. Это полноценное морфологическое исследование с иммунодействием химии. Желательно с генетическим исследованием, хотя в нашей стране подбирать таргетную терапию практически, я считаю, я имею в плане финансового вопроса. Понятно. Пожалуйста, вопросы. Я, опять-таки, отлично сказано, но у меня вопрос к аудитории. Кто согласен с тем, что при результативной опухоли не нужна биопсия, точнее, гистологическая или цитологическая верификация опухоли по желудочной железе? Повторю вопрос. Опухоль резикабельна. Нужна ли гистологическая или цитологическая верификация? Если есть показания этой резикции, то опять-таки, потому что есть опухоль иззарами, которые будут нетробными. Как вы считаете? Нужна ли верификация или нет? Вопрос от опухоли. То, что опухоль по всем данным. Это злокачественная опухоль. Это злокачественная опухоль. Значит, давайте так, разделены вопросы на две части. Первое. Это протоковая данная карцинома по данным компьютерной томографии и МРТ. И она резиктабельна. Нужна ли нам верификация? Вячеславович, если позволите. Нет. Нет вопрос к аудитории. Нет. Поднимите руку. Кто-то считает, что это нужно делать? Меншерского, по-моему, да? Да. Извиняюсь, мне кажется, надо более радикальный вопрос поставить. Извините, Вячеслав Иванович. Просто есть ли в аудитории такие специалисты, которые считают, что морфологию нужно получить в любом случае при подозрении? Вот в любом случае нужно получить морфологию. А есть такие, которые считают, что необязательно при каких-либо признаках, основанных на ручевой диагностике, не всегда нужно получать все морфологические пациенты. Примерно одинаково остальные разжигают. Все сомневаются, и все остальные. Правда? Тема этого вопроса все сомневаются. Я сразу прокомментирую. Хорошо. По протоку данных рационалов мы проголосовали. Но это интересный результат. У нас есть нейроэкогринная опухоль, резектабельная, размерами больше 3 сантиметров. Нужна, значит, по данному компьютерной томографии она имеет типичные признаки нейроэкогринной опухоли. Предположим, не функционирующей. Нужна ли верификация? Кто за? Поднимите руку. Поднимайте не сняйтесь, потому что вы поймите такую вещь, что рекомендации меняются, и те, которые они сейчас, завтра не будут другими. Может быть, вы окажетесь правду. Поднимите еще раз. Так. Отлично. Не знаю, почему я говорю. Ну, вот это провокация. Ну, хорошо, я понял. Опять же, и большинство. Так вот, я прошу прощения, но я поясню мысль, который только что вызвал Алексей Викторович. Согласно международным рекомендациям, если вы получаете, то есть, если у вас есть результативная протоковая дынокарцинома по данной компьютерной томографии, либо МРТ с контрастированием, верификация этой опухоли не нужна. Почему? Потому что тонкоигольная биопсия имеет точность 60, максимум 70 процентов. То есть, 30 процентов слышно, вы не подтвердите, что это рак, но это не изменит так. В результате получается, что ваша тонкоигольная биопсия бессмысленно. Если же вы хотите получить гистологию, то это может закончиться кровотечением, патриотическим священом, отсрочить операцию и тем самым навредить больному. Причем значим. Если его операция отсрочится на 2-3 месяца, то это сильно скажется на его прогнозе. И учитывая все это, в настоящее время всеми абсолютно, кроме некоторых советских заведений, ныне российских, принято и принято международной рекомендации, что резектабельную протоку аденокарциному по данным компьютерной томографии с контрастированием пунктирует для диагностики, для верификации газа. Не надо. Не надо. Я только что объяснил, почему. Понятно. Если у меня тело с нейроиногринной обухой, если она около 2 см, то есть это пограничная ситуация, но по международной рекомендации гормональная активная, да. Гормональная активная, вопрос закрыт, иногда надо убирать. Но у вас есть нефункционирующая неравидогринная опухоль. Она в районе двух сантиметров. Вы смотрите на статус больного, если это гораздо не может перенести, не нужно ее предлагать. Вы имеете полное право международной операции наблюдать. При этом она может иметь китичные признаки гипровоскударной опухоль, при габельной томографии, и вы можете поставить диагноз, подтвердить его с вашим высоким уровнем хромогранин в крови, если удастся. Если у вас есть опухоль, которую нужно удалять, а она резектабельная, она локальная, она без метастазов, и она имеет типичную картину неравидогринной опухоли, в настоящий момент такого рода опухоли не требует верификации, для того, чтобы вы удалили ее у пациента, которому показана операция. И это тоже международная рекомендация, выработанная, потому что ваша функция, ваша толькоигольная биопсия или толстоигольная биопсия не изменит тактику. Вот таким образом. Но другая ситуация. У вас есть нерезектабельная опухоль, и вы не можете человека оперировать нерезектабельный рак желудочной железы, или метастатический рак желудочной железы. Вы должны назначить его лечение. Вот в этом случае вам нужна верификация, потому что без верификации никакой химиотерапия лечения не назначено. И это тоже международная рекомендация. И здесь есть нюансы. Предположим, мы пунктировали человека с типичной картиной протоковой аденокарциномы пять или десять раз, хотя это уже превращается в шизофрению, и при этом я не слышу, что надо говорить. тогда я заканчиваю. Тогда я заканчиваю. Постараюсь быть понятным. Вы пунктирули три-четыре раза, но какая-то типичная картина нерезитабельного рака и не подтвердили диагнозы. Даже на этот служить предусмотрена некая стратегия. Вы собираете консильный, принимаете решение, что человеку нужно проводить химиотерапию. Даже в этом случае. Или у вас есть нерезитабельная опухоль, и вы не можете понять, что это за опухоль. Либо это протоковый карцинома, либо нерезитабельный опухоль, либо это солидно-сердопопиллярный опухоль, которая проросла в крупной артерии или элемент. Вам нужно принять решение, и в этом случае биопси имеет смысл. Потому что если пропагодный карцином вы идете по пути, который я сказал, если нерезитабельный опухоль, не солидно-сердопопиллярный, вы идете по пути радикальной операции. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович хотел бы выставаться, наверное, все-таки. У него есть какие-то соображения по этому поводу. Роман Евгеньевич, но Алексеевич, наверное, мы всем все-таки по паровозу уедем. Давайте поприветствуем Алексею Евгенову. Я скажу пару слов. На самом деле позиция абсолютно такая в случае если это степаризм в случае в случае измерения в случае в случае в в возненном в такие методы такие логики являются показанием назначения генетрии, а вот нахнологичный дайв на сегодня является показанием назначения генетрии. Поэтому здесь надо сделать такое создание генетрии. Продолжение следует... 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 что все-таки будущее за неодъемными терапиями от видимого по раку желудка. В принципе, более активно подбираются химиотерапевты по желудочной железе, хотя я чувствую другу Вячеслава Ивановича, который, конечно, заразит сейчас, сейчас нет. Но сейчас существует ряд... Что, что возможно с ним? Критерия, мы тоже замечали одну статью, которая прогностически вызывает ряд признаков, например, в том числе и G34-опухоли, она не благоприятна с точки зрения прогноза лечения, при условиях у нас еще ряда признаков, она статья измерения, говорит о том, что прогноз у этих больных не благоприятности в том, что все-таки, может быть, у таких пациентов есть собранность врачи и от биопсии. Что же касается ингредиентативной опухоли, мы, к сожалению, Айцевич, как-то на нас, у меня хорошие доклады по такими опухолями, и я удокладился, кто заметил, он диагностировал с помощью артрайскана опухоль, лизующуюся поджелудочной железы, как он сказал, диагнозу 80 см, как вы, смотрите, крупные недостатки нужно в печени, но вот в этой основе хочется перспективы, почему более активно развивать вот именно эту технологию, и насколько это собранно здесь применять методы верификации, но хочу немножко остановиться, потому что вообще все равно прежние на территории. Как правило, на эту же черепу, как правило, на эту же черепу. Как правило, при тотальном, как в ЖИ. На что? ИГ-4. И вам говорим, что в ЖИ-4 связано с переработающей болезнью, при тотальном поражении, при желудочной железы, очень часто бывают ситуации, когда нас уже исходит с своего опыта, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда здесь не плохо, здесь есть патриотики, но которые выглядят и макроэстетически, и методами КТМ, так как опухоль с тотальным поражением. Ну, смотри, спасибо за рекомендацию. Ну, я не уверен, что мы не будем это делать. Знаете почему? Потому что это не входит к международной рекомендации, и не является рекомендацией для того, чтобы терапевта как аргумент в пользу того, что он не соответствует... Ну, по крайней мере, если учитывая, что это не входит в заболевание, при котором химиотерапия, которую он назначен, будет противопоказана. К сожалению, если это будет GG-ход, если мы не знаем G4, или мы не делим, то и вдруг он будет повыше, скажем, в два раза. Мы знаем, что в 10% случаев аргумент желудочной железы и в углу G4 повышается в два раза. И опять у нас возникнет неопределенность. Поэтому использовать это, в принципе, на рекомендации не рекомендуется. Но, я не хочу сказать... Ну, уважаемый протест в Израиле, насчет будущего не войдема, не химиотерапии. То есть, химиотерапия сначала, а а потом, при пограничных результатеных обходах. Это будущее уже наступило. Какой-то будет? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А я, как раз, что-то прооганичные результаты. Я понял, что это данные. Значит, я бы тоже такую вещь. Например, как... Вы знаете, что меняются международные администрации. Они меняются на основании объективных исследований, которые делаются непрерывно. И в результате новых данных они меняются и становятся для нас фактически законом. Почему? Потому что если они действуют по-другому, фактически вывредить больную. И если в феврале этого года еще действовали рекомендации, которые позволяли хирургу выбирать при пограничных резектаментной округе либо хирургия сначала, либо неодиуантной химиотерапии сначала, то сейчас он не имеет такого выбора. Только неодиуантной химиотерапии сначала. Вот таким образом, господа. А в этом случае для того, чтобы начать неодиуантную химиотерапию при резектабеле, при пограничной резектабеле, то есть, пограничном, но резектабеле, вам нужна амфинификация. Но только в этом случае. Абсолютно. Я единственное, в чем не согласен, все-таки ГИДЖИ-4 и подтверждение пиопсии рекомендован различным сообществам при подозрении на антимуну КГ-1, потому что я что-то не понял, но как бы при дифференцировке диагноза между опухолю и антимуну КГ-1, чтобы не было непонимания. Тема эта действительно потрясающая, не зря мы ее придумали, не зря мы ее пригласили, действительно, нельзя сразу ответить на этот вопрос, вы видите, даже ведущие специалисты, которые собрались это обсуждают, очень много различных аспектов различных сторон и мнений, и мы можем дискутировать действительно очень много. Наверное, однозначно прийти к какому-то выводу, где он сейчас по-процентному разложить надо или не надо, может быть, мы сейчас и не сможем, да? Я думаю, мы можем пожелать только всем работать и жить по теме технических рекомендаций, которые разработаны только за рубежом у нас в стране. И мне кажется, что этот путь, он на самом деле самый правильный. Для хирургов, для дискартистов, для специалистов, кто занимается хирургией, диагностикой заболеваний, для желудочного железа. Если у кого-то есть последние ремарки, не вызывающие дополнительные дискуссии, это сложно, я знаю, но все-таки время, оно не вечное и не единственное, как говорится. Я думаю, наверное, стоит нам закончить, поблагодарить друг друга за такую замечательную дискуссию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что все, если вы пришли сюда на этот замечательный день, посвященный в целом эндосонографии и хирургической практике, поблагодарить всех наших экспертов, всех докладчиков, лекторов и, безусловно, все компании, которые помогли нам провести этот замечательный день всем вместе с такой великолепной пользой. И, безусловно, говорю вам всем спасибо, мы ждем вас всех завтра. Завтра будет новый день, новая тематика, целый день будет посвящен.